Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Счастцы, братья и сестры. Эта неделя носит наименование «Неделя о страшном суде». Крестьяне – это те люди, которые верят в страшный суд. Точнее, можно даже сказать, что они знают, что страшный суд будет. И вот воспоминания о страшном суде, всеобщем, о котором сегодня говорилось в евангельском чтении, сегодня читалось, Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот здесь Господь говорит о том, как Он будет судить мир. Это всеобщий суд. А есть еще частный суд. Не все мы умрем, но все изменимся, говорит апостол Павел об этом дне. Но вот частный суд – это когда умирает человек. Когда он умирает, совершается уже такой суд предварительный. «Наша душа – это голос Божий в человеке. И уже на этом суде мы с вами будем отчетливо уже знать, понимать и чувствовать, что с нами будет. В этом говорят многие святые отцы. И когда человек придет уже на страшный всеобщий суд, он уже будет предчувствовать, что в конце концов с ним будет. Куда поставит его Господь? Одесную или Ашую? Одесную или Ашую? То есть справа или слева? Так очень просто Господь говорит о страшном суде и обращает внимание, наверное, на главное, о чем мы должны с вами задумываться. Если суд будет по Евангелию, то мы должны посмотреть. Мы должны посмотреть. Накормили мы голодного, напоили жаждущего, одели нагого, странника, посетили в больнице, в темнице. То есть мы любовь свою являли к людям или нет? Понятно, что эта западь должна более широко пониматься, потому что не все имеют равные возможности вот именно таким образом проявить любовь. Но проявить любовь мы должны. Она многообразно может проявляться. Но если в нас ее нет, если мы, что называется, в себя богатеем, то вряд ли наше сердце будет способно принять Бога уже в этой жизни, потому что Царство Божие внутри нас открывается, внутри нашего сердца, как Господь говорит. Царство Божие внутри вас есть. Если мы сердце постоянно закрывали свое и от Бога, и от ближних, то о каком может быть спасение идти речь? И уже в этой жизни человек страдает от своего жестосердия, от своего эгоизма, хотя, может, даже не всегда понимает, почему он страдает. Но причины именно такие. Потому что страсти, они снидают человека, съедают. То есть они убивают, умерщвляют нашу душу, она становится нечувственной. А потом появляется чувствительность, но уже поздно. И вот Феофан Затворник говорит, что многие тогда будут говорить, Господь отделит, да, праведных от неправедных, и те, которые в чине неправедных будут, они будут очень сильно сожалеть и говорят, Господи помилуй, увы нам, увы нам, Господи помилуй, но уже будет поздно. Уже будет поздно. Для того, чтобы покаяться, то есть, а что значит покаяться? Значит, измениться. Вот для этого нам дана эта земная жизнь. Пока человек живет в теле, он добрый делает или худой, да, говорит апостол Павел. Соответственно, и суд будет по делам нашим. Теперь о страшном суде. О страшном суде. О памятни страшного суда. Бывают минуты, когда даже опытные духовной жизни люди враг борются всех сомнениями какими-то, и они начинают сомневаться. Бывает страсть так человека схватит, что он даже где-то понимает, что он делает неправильно, но не может ничего с собой сделать. И его может только, скажем, привести в чувство какая-то сильная боль, душевная или физическая, что-то такое, что его отрезвит. Однажды, это был один подвижник, он недавно скончался, он в такую минуту, опасную для своего спасения, подвижники. Знаете, подвижники иногда память о смерти в своих келях держат. Или гроб, или какие-то такие, знаете, плакаты, я видел у них, висели, знаете, с воспоминанием о страшном суде. А кто-то даже держит череп когда-то живого человека, вспоминание, что было о смерти. И вот в этот момент он схватил этот череп руками и буквально закричал, есть ли адские муки? И услышал ответ. Услышал ответ. Есть. И они очень страшны. Очень страшны. Можно вспомнить с Макарием Великим случай, когда он шел по пустыне. И также в этом нет ничего удивительного. Святые люди могли это делать. И кости могут ожить и проречь слово. Божественным изменением все это происходит. Это понятно, что от Господа такие чудеса. И также он услышал, что да, в пламени мучаются грешники. В пламени. И даже языческий жрец мучился меньше, чем епископ. Есть такие предания, что стоят, мне еще не так страшно, но я стою там на плечах епископа. То есть кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому нужно молиться друг за друга и беречь друг друга, потому что жизнь наша, жизнь наша, верующих людей, это ответственность. А ответственность людей, которые стоят на свечнице, она велика и, соответственно, даже малейшая какой-то проступок, он всегда виден. Он всегда виден. И, соответственно, подлежит большему осуждению. Это действительно пламень, где душа не может найти покоя. И это еще состояние одиночества. Это страшное состояние, когда люди не могут видеть друг друга. Вот Макарию Великому также этот жрец языческий сказал, когда ты молишься за нас, мы хотя бы можем видеть друг друга. для них это уже отрада. Вот такое страшное состояние. Да и звать Господь нас от этого. И вот чтобы мы в это место не пришли, чтобы страшных мучений, чтобы этот суд страшный был для нас благом, спасением и радостью, мы должны потрудиться. Вот, собственно говоря, переугутовительные недели к Великому посту, они нас и настраивают. Они нас настраивают. А мы три фарисеи, чтобы не возносились, а блудом сыне, чтобы мы помнили, что мы грешим, но Отец Небесный ждет нашего покаяния. Потому что покаяние – это второе крещение. Кто не спотыгался, кто не падал, не важно, что с тобой было, кем ты был, важно, кем ты стал сегодня. Важно, что у тебя еще есть возможность сегодня исправиться через покаяние, не только через исповедь, потому что Господь ждет от нас деятельного покаяния. А деятельное покаяние – это наша жизнь в борьбе с грехом от исповеди к исповеди. Но без исповеди невозможно настоящее покаяние. Так что, дай Бог нам, помни об этом великим постом, который будет уже вот сейчас, еще седмица одна, чтобы мы чаще прибегали к этому спасительному таинству, а мы будем прибегать к нему чаще, если внимательно будем следить за собой, будем действительно на посту, на страже своей души, на страже своей души, которую Святые Отцы называют младенцем бессмертия. Помоги нам всем Господи по-настоящему покаяться, помни о страшном суде, как Святые Отцы говорят, помни последнее своя, и вовеки не согрешишь. Аминь. А причастники, послушайте благодарность молитву по святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.